Здравствуйте! Сегодня я буду продолжать рисовать маки. У меня уже нарисована ваза, нарисованы стебельки с листиками от маков. И теперь я буду прорисовывать сами маки. Сейчас вся картина выполнена кисточками, но маки я хочу прорисовывать мастихином. Это еще не окончательный вариант. Сюда я буду добавлять в зелень еще световые теневые вазы, буду добавлять блики, в воду. В общем, картина постепенно наполняется красками. Итак, что такое мак? Во-первых, у меня вот здесь свет. То есть он будет падать на маке на переднюю часть самого плафончика. Этот мак состоит тут из трех листиков. Поэтому, чтобы нарисовать плафончик, у меня должна быть световая и теневая. Я буду пока применять две краски. Это оранжевую и алую. В ярких тонах еще добавляться желтая будет, и в теневых будет добавляться темно-красная. Значит, сначала я буду рисовать как бы листик дальний. Так. И очень интересно рисовать мастихином. Вот так. Смотрите. Просто я веерками их раскладываю. Видите? И теперь вот эту вот переднюю часть листика я ее сделаю не такой как бы нераскрытым веером, а вот таким плоским. Смотрите. Видите? Уже у меня готов полностью мак. Сюда же я могу добавить потом блики и затеменить серединку. Но сначала вот я прокрашу и как бы сам образ создам. Такие будут маки очень красивые. Они полностью вот могут закрывать, то есть отворачивать цветочек от нас. При том, что количество краски я вообще могу регулировать нажатием. Могу делать совсем тонкий образ. Сейчас потом, где вот у меня не прокрасы остаются, я кисточкой буду подтягивать. Ну, докрашивать. Вот я представляю, какие у меня здесь развороты листиков. Можно брать образец, можно придумывать, но придумывать нужно тоже как бы с чего-то. Поэтому хорошо, когда перед глазами есть какой-то образ, референс. То есть картинка, которая будет задавать вот этот вот ритм рисования. Это почти фэнтези. У меня есть образцы, из которых я рисую, но я видоизменяю всю картину. Можно набирать сначала темный тон, потом на кончик светлого тона. Здесь, чтобы вот такие были игра цвета. Мне очень нравится мастихином. Сохнет, конечно, картина дольше. Ну, мастихин, он такой, знаете, скульптурный, прям живопись делает. Он с нее такое выдает не только цветом, но и форму, еще форму листиков. Я так немножко вот делаю, чтобы рисунок такой создавался здесь фактурный. Видите, как красиво получается. Просто вы заведомо знаете, как у вас листики эти лягут. То есть плафончик вот туда направляете, раскрываете или закрываете его полностью. Можно делать больше, можно маленькие, не раскрывшись. В общем, все такое, знаете, фантазия. Центральные всегда делаются красивыми здесь, большими цветы, потому что эти места хорошо рассматриваемые. Очень интересно вот эта живопись, мне нравится. И Анютины глазки, так можно рисовать, тоже красивая картина получается. У меня уже такой какой-то набор, набор есть тех картин, что я рисовала, и то, что мне нравится. И я сейчас буду повторять картины. Ну, я, конечно, их видоизменяю, но есть такой набор, который как бы то, что мне нравится, то, что у меня хорошо продается. Потому что художник ведь он рисует как бы для продажи, не только для своих комнат. Ну, и хочется, чтобы эти картины висели у других людей. Поэтому, знаете, наиболее получившиеся моменты хочется еще повторять. Ну, какие-то картины. У меня есть такой наработанный, наработанная масса картин. Вот, вы знаете, не техника даже. Потому что вот люди как-то там узнаются по технике, ну, так вот, по технике живописи. Мне нравятся разные техники. На одной остановиться я не могу себе позволить, потому что, как бы, всего много, и все такое интересное. На чем-то зацикливаться я, ну, не предпочитаю именно по технике. Но картины есть у меня, которые я повторяю. То есть вот я их нарисовала с фотографии. Как бы они никому не принадлежат, чтобы я там где-то у кого-то забрала. И потом это, значит, одинаковые два, да. Ну, и я это повторяю, эти картины. Такой, знаете, ассортимент, получается, в торговле, во-первых. И то же самое у меня, ну, как бы, в моей, в творческой моей копилочке. Именно я не техники собираю, ну, вернее, я становлюсь на одной. А выбор мой падает на, именно, на сами. Ох, красиво. Очень мне нравится. Смотрите, это очень просто. Просто тренировка нужна мастихином работать. И неспешно, неспешно знать, куда листик ставить. Вот если вот он, вверху мы так раскладывать, видите, они даже если где-то не закругленные, ну, они смотрятся очень красиво. И так краски не жалея создаю я, вот, смешивая сейчас пока две краски. Ой, белая хотела, давай. Это оранжевая и аура. Поэтому я даже не могу, например, остановиться только на терморты рисовать. Хотя я их очень обожаю, вот, рисовать цветы. Потому что, мне кажется, у меня получаются вот вазы, стекло. Поэтому, ну, как бы, такое... Можно, можно только это потом рисовать. Ну, неугомонная душа называется. Ну, я близнец по гороскопу, а вы же знаете, если кто увлекается. Близнецы это вечные ученики. Ну, так вот, значит, примерно три листочка, но они там и больше есть. Они как-то так разбиваются на более мелкие. Значит, я теперь немножко должна углублять в теневые. Поскольку свет идет сюда, значит, вот здесь вот какие-то моменты я буду затемнять. Вот так, понемножечку. В серединке. Потому что они будут потом там с черными пятнышками, но состояние такой темноты внутри должно быть, чтобы было углубление. Ну, и какой-то такой, знаете, неоднотонности, некий такой художественный ход. Мы одновременно углубляемся и придаем такой какой-то красочности. Вот так вот. Так, и теперь световые. Значит, световые я буду делать просто желтым, лимонным. И буду делать в некоторых местах. Ну, вот поскольку у меня сюда пойдет цвет, и я буду этот цвет потом распространять, вот я могу прямо его сразу нарисовать, чтобы уже... Значит, я возьму белую краску. Как я делаю блики? На кувшине стеклянном. Смотрите, у меня еще не перерисованы световые, теневые самих веточек. Это буду я делать после того, как нанесу блик. Значит, я сделаю центральный блик вот такой, вот здесь. Он немножко вот такой завернутый, видите? Его можно вытянуть сюда, но вот я пока его не трону. И небольшие блики сделаю вот так по кругу. Что это за блики? Значит, я их вот так должна чуть-чуть растянуть. Это то, что светится само стекло. И теперь, уже исходя из этих бликов, вот этот блик, да? Ну, можно его и тут делать, потому что он как сюда попадает, так потом отражается по всему стеклу. Пока ставлю вот столько. И теперь уже, смотрите, я вижу, куда у меня падает желтая. На какие места. Вот представьте, что это солнышко. Ну, так, солнышко, вот оно блик, он же тоже отражается на цветке. Его должно быть не сильно много. Вот поэтому где-то вот если я, ну, чувствую, что много я взяла на мастихин, и это можно все скрасить, оставить там частично, потому что все-таки маки у меня будут не желтые, они будут оранжевые. Общее впечатление оранжевого, алого. Небольшие такие. Небольшие всплески желтого. Они даже получаются такие какие-то удлиненные за счет того, что мастихин все-таки делает такие удлиненные. И так я вот провожу, и они делают вот совсем гофрированным изображение на листике. Мне это настолько выгодно, потому что сам цветок, он такой и есть. Он как бы слегка гофрированный. Посмотрите, какой получился живописный. Вот здесь вот. Вообще вот черного чуть-чуть добавь, и даже исправлять ничего не нужно. Видите, когда не слишком много, тогда смотрится хорошо. Этот можно оставить. Вот тут еще один оставлю, вот этот не буду с желтым делать. А сюда немножко добавлю. Прям вот чуть-чуть. Вот оно тут поблескивает. Видите? Посмотрите, как красиво. Видите? Есть более темные места, которые удаляют, и есть те более светлые, которые приближают. И так, сейчас я начну прокрашивать саму вазу, саму воду. Значит, здесь у меня вот такой момент. Входящие стволики в воду. Смотрите, как я прочертила образ. Это можно мастихином везде делать. И так же я должна здесь начертить. Обозначить, где у меня ход этих листиков. С цветочками я пока оставлю. У меня останутся еще цветочки внизу, и картина моя будет и готова. Значит, сейчас я должна сделать более светлые и более темные теневые листиков. Точно так же вот здесь, где в начале более темно. С той стороны веточки. И тоже не везде. Значит, эта часть будет более затемнена. И эта часть более затемнена с этой стороны. Можете оставить полоской, можете растушевывать. Значит, под и от света, и под навесом, под любым навесом, где прокрашивается теневая, под листиком. Это теневая, темный цвет. Под веточкой. Тут она получилась очень толстая. Толще, чем даже сделаю вид, что она выходит... Ну, если исправлять не хочется, портить, значит, что-то приходится изменять. Я просто прочеркиваю темненьким под веточкой. Она будет сразу... Вот рисунок сразу будет приобретать такой объемный вид. Потому что теневая, световая. Красный вмешивается в стволики даже. Так красиво получается. Очень красиво, когда вход видно хорошо в воду. Вход и какой-то выход. Прямо несколько веточек они будут давать... Здесь все задавать вот этот ритм именно. Но разрыв должен быть, потому что вот здесь вода. Плоскость воды. Везде нужно повторить. Вообще макия рисовать очень интересно. Они впустила вбок. Конечно же, так не должно быть. Тут у меня стекло. Поэтому надо внимательно просматривать. Ну, в общем, не спеша. Макия рисунок. Маки, они такие загнутые. Такой, знаете... Даже если дрогнет где-то, нормально это все воспринимается на картине. Так. Я вотلم, вы посмотрите. Ну, в общем, вы тысячи. смотрите насколько отличается вот эта сторона уже с теневыми и вот эта плоскость здесь нету теневых везде-везде прокрашивается не не невзирая на то что у нас будет от свет еще а цвет ну то есть вот от этого пятна будет как бы это свет но не именно от этого пятна а подача света мы потом еще будем прокрашивать световые но тоже не везде вот сейчас я теневые как бы везде прокрашу создам впечатление округлой формы этих всех деталей лепестков вернее листиков вы говорите там путаю лепестки с листиками там да все может быть я когда увлечена вот этим всем тут надо выбирать или говорить правильно мы не ошибаться имею ввиду или рисовать в общем голова не должна думать о чем-то другом кроме создание вот этого рисунка очень красиво вот представляете везде где поставить пятнышки темным цветом у вас эта сторона теневая потому что здесь световая идет и все навесики все изгибики вот эти вот изгибики вики вот изгибается значит вы представляете что здесь тень потому что вот это вот она вся округлая форма и она вот так делает и вы вот это все снизу прокрашиваете теперь я должна теперь я должна создать лохматость тут у вас выбор создавать не создавать или в каких-то нескольких местах создавать у меня есть вот такая маленькая кисточка и потихонечку 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 ей буду рисовать барсу на лепестках и на вот этих баночках вот этих еще не раскрывшихся бутончиках на веточках где-то чем деликатнее это будет сделано потому что рисунок небольшого размера мне надо будет это все потихоньку потихоньку так можно не везде потому что везде было бы конечно шикарно но слишком волосатый тоже не потому что аккуратно могу не сделать а так намеки дать что она все-таки имеет такое знаете ворсу 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 ой а где тоже по направлению стебля роста но это это же не роза у нее она ворса такая тоненькая тоненькая насколько я могу это преподать вот такой тонкость эту всю сюда описать настолько я буду стараться это делать так мне нравится конечно красиво получается поскольку мастихин она подразумевает такой знаете некую недосказанность и она может быть грубоватость в исполнении поэтому вот здесь вот кисть она немножко картину смягчает то есть если бы я всю картину нарисовала мастихином она бы конечно была бы тоже красивая но немножко такая знаете скульптурная скульптурная ну то есть и немножко такая гробая может быть в каком-то смысле хотя вот скульптуры они не грубые но я не знаю в общем кистью более утонченно это все выглядит тоньше краска это все рельефнее от мастихина иногда вот такое сочетание и того и того оно как-то так усредняет ощущение от картины мне кажется очень красиво но мы еще в процессе значит им какие цветы покупаются это я рассказываю для тех новичков которые хотят порисовать ну и как бы немножко продать свои картины они же ну как то так не все же себе хочется там оставить и я вот значит вам рассказываю на своем опыте что у меня покупалось и и что как бы я всегда у себя должна иметь потому что когда бывают моменты приходят и просят какую-то картину там нужно человеку на подарок там еще что-то ну как бы так в основном для подарка берут значит что касается цветов какие цветы покупают 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 всегда это то что у меня как настольная книга должно быть дома в наборе это маки маки это что удивительно розы нет маки ромашки так маки ромашки и подсолнухи знаете есть такие картины причем значит все это должно быть в вазах и в вазах не в банках сейчас передо мной картинка ну это фотография я и ну ту я уже убрала значит я мне надо иногда рассматривать вот именно как выглядит какой-то цветок я листа и листа и нахожу в какой-то такой фотографии тот лист в общем тот расположение цветочка который мне нужно сейчас я вам покажу что на данный момент меня тут вдохновляет то есть мой референс он многозадачный его много но в этой картине присутствует банка смотрите стоит прекрасный кувшин но автор свои цветы поместил в банку картины в банках но у меня была одна и то я рисовала вазу получилось у меня шеломилами кисет вышла рукавица вышла похожая на банку я столько выслушала у людей что они бы эту картину купили но если бы там не было бы банки поэтому форма форма кувшинчика должна быть не похожа на банку вот такая форма просто если квадратный кувшин он висит всегда получается банка видите вот картина сама хороша расположение цветов прекрасно все везде красиво за исключением вот этой детали оно так обедняет оно так удешевляет саму картину это просто что то с чем то если бы поменять местами картина была бы шикарна вот фотография фотография видите вот такая форма мне очень нравится это то к чему я стремлюсь и если вы посмотрите смотрите центральный блик но здесь немножко смещен потому что окно все таки отсюда свет у меня свет идет напрямую но смотрите по всему объему баночки ну вот этой не баночки вазочки идут блики видите вот это то что я вот здесь рисую центральный блик и по краям их может быть хоть сколько потому что игра света такое дело здесь дневной например с окна а может быть в общем искусственный это отсюда сейчас я срисовываю вот мне надо срединку затемненную видите потом что то там изобразить какую то такую кубышечку или просто черный цвет туда больше добавить вот в данный момент я рисовала вот это гофрирование вот этим приемом гофрирование рисовала здесь свет усугублен как бы контражером немножко видите и он белый сделан я же сделала желтый потому что мне хочется ну так вот мне захотелось тут я их многие картинки открывала смотрела это вот что касается вот этого вида вот значит ромашка должна быть тоже не на поле нарисована ромашка должна в красивый букет собрано быть вот красивый букет веерный хоть какие я там рассматривала коротышечки такие нависающие лучше всего вот так и лучше всего веер вот это какая то такая определенность она в общем красиво смотрится когда расхлябанность на картине у нее знаете такое какое то другое ощущение вот я сейчас вижу что у меня нету этого нету ножки у цветка вот цветок сам сделан а ножку я забыла и эти хорошо проверять все чтобы все было подключено то есть вот центр цветка подключен к ножичке к водичке водопровод чтоб был нарисован везде вот значит ромашка в красивой вазе даже вот простая ваза но она красиво смотрится за счет бликов не надо тут рисунком усложнять ничего значит и ромашка в стеклянной базе хорошо в букете прям вот такой букет только ромашки вот сюда вот нарисовать будет хорошо ну и естественно только разобрать какой бы фон хотелось бы это разные тут варианты может быть но эти подсолнухи мне нравится и я делала несколько картин я их продавала именно в керамической вазе такой знаете коричневой в общем в керамике цветок более смотрится лучше нежели вы его поместите в какие-то такие изящные вазы вот это в изящных вазах это смотрится ну естественно упрощенные вазы вы знаете если вы переборщите засунете это все в такую какую-то чрезмеру то следующее значит что у нас следующее у нас идут еще пионы пионы любят вазы белые керамику я делала в коричневых я их не делала в керамических вазах может быть и делала но как-то так забылась не помню может быть и стеклянные то есть это как бы универсальный такой и пион может быть ваза какая-то изящная с какими-то накрутами с какими-то выкрутами это тоже будет красиво смотреться значит можно сделать вот так просто просто зачернить вот такими движениями как бы такими звездочками звездочками что как бы непонятно какие-то точечки тут вот затемнюшечки вот как там такие какие-то так вот потому что разновидностей много и они по-разному складываются смотрите если это не серединка вот этого всего нету тут нету серединки можно можно добавить такие зелененькие там будущие коробочки просто точкой так в серединку тут вот я сделаю большую уменьшу уменьшим такие небольшие небольшие точки фактурные потому что весь цветок фактурный добавляем у меня получится фактурно фактурно гладко ну могу например вот здесь не хватает мне цветка большого но я могу сделать язычок вот тут начинающийся цветок смотрите и сразу здесь изменяется вид видите где мне еще цветка не хватает вот перевес вот где-то вот в этом месте мне хочется видите я могу добавить фактурно сюда кусочек оранжевый чудесно получается итак значит мне не хватает небольших таких точечек они бывают желтенькие бывают беленькие небольших пятнышек с той стороны где у меня нету желтого света вот например с этой стороны вот тут я поставлю несколько пятен несколько они украсят вот эту мрачность и создадут ощущение тычинок и настолько здесь получится много всего но мы с вами это легко нарисовали если вот так будете по немного добавлять добавлять но в нужные места видите видите вот так вот я прямо вылезу за территорию тычинок это создастся такое знаете ощущение ну как бы на палочке то есть тычинка имеет палочку и на ней вот это именно сама желтая как называется не знаю ну в общем то что пчелки собирают нектар это но не нектара вот пыльца вот вспомнила слово очень красиво получилось изящно и красиво теперь мне осталось добавить желтый цвет это будет в световых в вот вот в этих всех кубышков кубышечки значит эти палочки стебельки где я его буду добавлять где мне кажется что ударяет свет то есть это будет его будет очень мало небольшими такими полосочками вокруг вот этого пятна цветового будет поблескивать на внутреннем содержании возможно кажется что я низко воду дала сейчас ощущение такое что мне хочется водички сюда подлить но уже исправлять не буду здесь зеленый светится до такой степени что он превращается в желтый то есть это цветовой такой прием удара света смотрите сюда теперь он распространяется лучиками лучиками сейчас я его раздам поблескивание его поблескивание так вот сюда свет пошел сюда вот тут тут вот где-то блеснуло вот здесь это ваша вот мечта потому что много этого не нужно чем его меньше бликов тем они становятся ярче это все в теневую ушло это все в теневую ушло вот здесь у меня центральные центральный свет и вот сюда упало значит и где-то сюда упало и где-то сюда упало видите вот чтобы его чтобы его засветлить вот этот момент здесь нету здесь не добавляю здесь я добавила значит их куда-то на растение упало. Смотрите, я свет закругляю вот как бы делаю вместе вот это все свечение. Видите, как интересно получается. Сюда упало. Здесь вот упало, значит где-то на стебле тоже упало. Тут свет, он упал сюда и упал сюда. Смотрите, тут нету ничего. Тишина, тишина, тишина. Здесь у меня не буду светить. Ну, могу подсветить вот здесь где-то. Вот так. Тут красиво. Тут блеснуло и вокруг него блеснуло. здесь здесь прочерчено было мастихином. Теперь я могу сделать блик. Сделать блик. Прямо вот где он тут блестит, краешек. Это передняя, передняя вал воды. Тут нет, тут нету ходит. Тут главное не ошибиться с пропорциями вала. Вот. И можно где-то вот здесь тоже поставить блик. Видите? Ту часть я не буду. Значит, на воде можно сделать тряпь. Тоже красиво смотрится, потому что вода всегда переливается там. Можно делать, можно не делать. Я где делаю, где не делаю. Так, теперь значит, то ли делать мне вот так свет из-за вазы. Ну, в общем, края. То ли не делать, но я думаю, что украшения еще никому не повредили. И немножко светящееся дно. Значит, по идее вход сюда, вход-выход. Значит, вот здесь наиболее свет у нас всегда. Это выход. Он светится. И он потом светится вот здесь вот таким каким-то, знаете, вот таким пятном. Вот он, цвета здесь дает выход. Хотя, по идее, здесь должна быть тень. Но она тень такая обрамленная всегда. Так, теперь я рисую тень. Тень вход. Значит, тень противоположная. Я должна затемнить под этим всем делом. Значит, какая тень? Поскольку здесь у меня тепло, тень должна быть холоднее. Значит, я могу ее сделать синий. Синий тень. Нет, она будет слишком. Я ее синий чуть-чуть приглушу черным. так. Видите, что значит нарисовать в таком углу? как я вот слезла даже не в угол куда-то вниз. Есть выбор рисовать вот здесь все это или не рисовать. Значит, можно просто растянуть на нет. сейчас я обрисую вот этот момент и понаблюдаю. Значит, похоже? Да, конечно, чё ж не похоже? Красиво. так вот. Так слегка приподниму тень. Слегка. Потому что вот удар сюда идет. Я добавляю прям палец, чтобы растушевать недостойчиво. растяющие. Жалко, конечно, здесь был живописный низ. Но это выбор каждого делать это все или не делать. Я имею ввиду тени такие. Потому что я там картины разные смотрела и такие были тени. Но получается очень красиво. Значит, тень как бы она не лезет сильно в картину. Но она дает ощущение, что отражение. Значит, свет вот видите, подача идет отсюда. Хотя это вот если я окно рисовала. ну тут в общем думайте как хотите. Хотите представляете окно, а рисуйте в контражуре освещение. Хотите светите отсюда вас свет подавайте, тогда это будет не окно, а вот такая холодная засвеченность. И остальное вот так засвечивается. Значит, фиолетовый тон слегка обозначу здесь. Прямо слегка. фиолетовый надо взять и кисть потолще. Сейчас. Это я уже начинаю прописывать, поэтому такое такое необычное прописание у меня идет. Что это делаю я? Смотрите, я сюда пустила в таком цвете, а сюда пущу фиолетовым. то есть оно как бы поддержит, но и в то же время не напряжет зрение. Вот так вот сюда вот так размыть. Ну-ка. Я посматриваю в телефон, чтобы мне чтобы мне было видно, потому что в телефоне видно пятна. вот здесь вот пятна добавить надо более темные. сейчас я добавлю пятна разного цвета. значит сюда голубенькие добавила, сюда добавила таких вот пятен. Это для меня такая какая-то знаете в воздухе что-то летает, такая радость какая-то. теперь здесь здесь у меня все здесь у меня все всего много. Значит, я должна теперь с вазой разобраться. Мне надо сделать ярче контур вазы. ярче. Ярче это значит темнее, потому что ваза здесь у меня можете высветлять, можете затемнять. Эффект нужно получить яркости. Иногда выбеливают, иногда затемняют. Поэтому выбелим где нам нужно, создавая такую полосочку. Сильно большой блик. Он здесь переигрывает. Блик тут в ход должен быть блика. можно сделать край. Это вот придумка. И так, и так, исправление. Тут они легкие. Ничего такого тут нету через меру. Через меру тяжелого. Блик он такой сочный и туда распространяется. Его бывает как удар света, но многозадачный. То есть его можно и сюда раскинуть, и туда раскинуть. Но это не нужно. А вот здесь нужно. Это выход от блика. Вот этого. Вот он сюда светит и отбрасывает тени. Итак, что здесь мне нарисовать? Листики. Очень смотрятся листики. Рисуется очень просто. Лодочка. Беру сразу несколько тонов и красный и оранжевый и делаю вот такую лодочку. Так вот такая лодочка с поднятым вверх хвостиком. Хвостик тут если тяжело будет дорисовать, то кисточкой мы его подрисуем. Так. И такая, знаете, на конце черная такая точечка. И такая же тенюшечка. Смотрите, вот тут тень я давала синюю, синю-черную. И под этим делом я должна такую же тень выдать. Так. Небольшой жёлтенький сюда пятнышко. Ну, можно кисточкой. Так. ошибку сделала. Ошибку сделала. Налезла на вазу. А как я нарезу на вазу, если ваза у меня стоит, значит, эта история должна быть за вазой. Видите, как я приблизилась неправильно к вазе. Ещё и таким горячим тоном. как убрать красный цвет оранжевый. Как из него сделать если я сейчас добавлю синий, он мне какой-то коричневый там, да? Фиолитовый с оранжевым сейчас мне сделать везде коричневый. Такая была красота. Неправильно расположила. Насколько могу вытерла. И теперь должна по новой прокрасить здесь я сделать сиреневый оттенок. сейчас исправим. Видите, как тяжело фон потом подписывать внутрь сюда. Потому что здесь уже с вазой всё вместе было такая, знаете, нижний слой сиреневатый. Сейчас вот я больше красного добавила, мне надо было бы сиреневатый такой добавить. И очень потом сложно это всё соединить в одну тональность. Ну, я сейчас вот так соединю. Смотрите, видите, я добавлю сюда этот же цвет. Просто у меня будет низ немножко краснее. И также добавлю более тёмный сюда. тёмный 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 так тень под предметом самое темное и дальше уже она светлеет чем дальше от предмета тем она становится мягче так под предметом самое темное синевы добавить так хотя бы надо несколько листиков одного мало 3-4 можно вишенки тоже смотрится хорошо мастихином удобно в одну сторону но не очень неудобно в другую сейчас я тут на виду на виду порядок у какой листик некрасивый самое вот это такая моркотневое дело когда листик надо изобразить лежачий но при этом они должны быть разные то есть ножки в разные направления как бы хаотичные такие они получатся все равно прилепила ближе но пускай я сейчас сделаю все пускай будет этот сюда хвостик этот хвостик сюда как в так тень под предметом и прямо если вот этот хочу я изобразить то под предметом и чуть-чуть сюда в сторонку то есть он как бы у меня отражается этот отражается вот здесь снизу здесь будет ярче потому что здесь удар световой здесь но ярче имеют и темнее чётче изображение так и сюда он отходит этот так если если у других авторов или у меня в прошлом я задавлялась сюда сегодня я вот здесь полностью на нарисовала картину в дверях где подпись еще подпись сюда поставить и вообще будет прелесть может быть летящих сюда нарисовать жучков паучков чтобы уже перевесить картину сюда весь этот усложненный момент низа видите как как интересно бывает и процарапать будет красивее подпись нежнее получится так рассматриваем картину все ли мне тут хватает и чего тут мне не хватает конечно мне хватает здесь сантиметра 3 хотя бы еще чтобы была вот такая пустота я поставила вот картину сразу изначально я и знала к чему и тут и меня все это велось и так значит раскладываю самые ударные пятна темные потому что ваза все равно не догоняет темнотой до чего бы мне хотелось вот здесь я должна сделать темень потому что все предметы которые которые там нависают они дают темноту так теперь вот здесь я хочу сделать темнее потому что вот это высветленность она она здесь портит изображение поскольку тут вот и яркие предметы а это пропадает ваза вот сейчас она намного стала ярче видите я ее просто затемнила изучаю 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 что еще сделать темнее какие-то какие-то под пятна хочется вот так следующий момент значит сами цветы они где-то должны поблескивать и в вазе то есть отражение в вазах вот это красное пятнышко вот здесь она отразится реки вот это красное пятнышко она вот здесь отразится сейчас его приходится постозно накладывать потому что она иначе она будет некрасивым потом уберу уберу сейчас я пятна разложила значит вот это желтое пятнышко она вот здесь отразится это желтое вот здесь желтое на конце она вот здесь тоже отражение даст это будет несколько пятен но они вазу украшают смотрите это вот здесь поблескивать будет это вот здесь наполняем вазу цветными пятнами аккуратненько делаем это так это отразится где-то вот здесь так вот ну все лишнего не надо не не уверена что ваза у меня имеет правильную форму не уверена все равно карандашный набросок делать и это все и тогда будет все таки вот сейчас начну опять расширять вазу прямо небольшим небольшим таким у этой как-то изящнее выгнуто изящнее вот здесь вот выгиб такой изящный видите как действует это расширение несогласие идет все время или или убрать этот изящный выпад один под другой подтянуть момент и еще такое ощущение что мне кажется что ваза должно быть вот здесь больше как бы еще и так потому что блики они тоже форму вазы придает вот так как тут красиво было бы прочеркивание, но уже картина без этого. Это прописывание. Картина готова. Ну, автор же всегда чем-то хочет улучшить свое произведение. Ну, вот. Вот и все. Желтого в листиках нужно добавить. Все бы было хорошо, если бы не стояла она тут у меня у края. Что делать? Убирать, удалять или оставлять? Значит, еще ваза будет, может быть, исправляться, потому что она сейчас высохнет. Я ее линеечкой все прекрасно так промерю, промерю, потому что мне все равно какое-то такое сомнение. Ну, это нормальное явление, сомнение. Интересно, значит, вот здесь сделано вот так вот теневые вот эти положенные, вот как бы чтобы одинаковость была. Знаете, я сделалась более светлой, более темной. И когда я вот так картину ставлю, такое чувство, что она фолдит. хотя этого нет. Вот за счет вот этого теневого ощущения. Вообще, картина получилась очень красивая. Я сейчас вам поставлю здесь референс, но вы должны понимать, что у меня было референсов очень много. Поэтому, когда пишите вы, что я рисую как бы не похоже на референс, для чего служит мне референс лично. Значит, он мне дает моей голове осознание того, какой цветок я вообще рисую. Потому что я могу рисовать что угодно, но образец у меня вот такой. На сегодня при рисовании цветочков. Из всего букета самый красивый цветок для меня вот вот такой. Смотрите. Он очень красивый. И смотрите, какая фактура прекрасная. И потом эта фактура будет оттеняться, давать тень под цветками. Смотрите, видите, уже здесь ощущение тени есть. И картина будет иметь разное такое как бы разные теневые. Ваза получилась красивая. Ну, я ее подровняю. очень красивый фон. Как вам такое цветовое решение? Фиолетово-голубое и на нем теплые тона. Оранжево-желтая, алая. красиво. Мне нравится. Даже если на столе стоит. Да, можно. Я сейчас обработаю вот эти все края, чтобы картина просто висела. убирать я уже не буду. В другой раз надо быть внимательнее, когда в общем буду рисовать карандаш. Я уже сто раз вам это сказала, но вот выйди, вот как вот так. Вот так. Если вот так сделаешь картину и смотришь потом, что ты задавил в этот угол. А бывает задавливается цветами. Сейчас цветы вообще не задавлены. Видите? Они расположены хорошо. Даже если бы я сюда вытянула, ну я немножко скосила. Видите? Я вот это заменила маленькими сейчас возьму этот я заменила вот этими маленькими бутонами вот этот веер цветочный. Потому что все-таки красиво, когда веером вот так разложено. Видите? Здесь вообще вот так вот здесь голая с этими ну разные можно делать букеты. Можно очень много делать этих всех пятен. Можно здесь вишни положить очень смотрятся. Ну в общем яблоки. Но нет вот все-таки маки они хороши листиками облетающими. это как раз то, что облетает быстро и листики они всегда здесь смотрятся. Видите как хорошо получилось свет вроде бы окно а вроде бы нет. Есть столешница и в то же время нет. Какая-то ткань и в то же время не ткань. такое дело. Наполненность вази богатая. Но вы понимаете что не сложно когда делаешь осознанно что-то делаешь знаешь. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Напишите мне пожалуйста как вам моя картина. Ну не ругайте сильно конечно за вот это что она тут стоит у меня на полу. Ваза стоящая на полу. Но ничего. Ошибки хороши тем что их видишь видишь ошибки видишь. Понимаешь вот форму уточнить надо. Это я не исправлю конечно низ. Я что-то не могу добавить. А вот вазу все-таки еще расширю за счет того что я ее когда высохнет картина чтобы я могла сюда спокойно к этим мазкам прижиматься ко всем я прочерчу себе хотя бы мысленно это все ну в общем сделаю исправлю перемерию все исправлю потому что мне кажется вот если вот так вот поставить немножко есть в какую-то сторону изменения все упала зарядная но ничего а я с вами на этом прощаюсь до свидания до скорых встреч до скорых встреч